Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований, политолог на связи с нашей студией. Дарья, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Дарья, 100 человек из Офиса гражданской миссии заявляют, что она будет дислоцирована в нескольких городах и полностью охватит Азербайджан-армянскую госграницу, которая, я напомню, составляет около 1000 километров. 100 человек на 1000 километров, ну, вряд ли она полностью ее охватит. Ну, говорит ли это в том числе о том, что это больше политическое решение, чем попытка помочь наладить азербайджанно-армянские отношения? Безусловно, конечно, это политическое решение. Вы совершенно верно подметили, что 100 человек по границе, которые довольно протяженные, это очень мало. И, как бы, кто эти люди, эти 100 человек? Это, как бы, прямое вмешательство в дела, причем не только, как говорится, как говорили и Москвы, и Азербайджана, но и Армении самой. Ведь кто на ее территории, кто эти люди? И наверняка это люди, которые хотят оказать некое влияние на руководство Армении. А все это связано с тем, что сейчас, как мы знаем, очень активное антироссийские настроения развиты в Европе, среди европейских лидеров, Франция в том числе. Франция очень недовольна, что Россия тогда проявила инициативу и была посредником в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией во время Второй Карабахской войны. И она пытается вытеснить сейчас, воспользовавшись ситуацией, поскольку внимание России сейчас сосредоточено на Украине, то вполне, как считает Франция, можно сейчас Россию вытолкнуть из Кавказского региона, дестабилизировав там ситуацию. И под видом миротворцев, скажем, наблюдательной миссии, они будут пытаться это делать в дальнейшем. Потому что ведь для чего европейская миссия будет туда послана? У всех же есть свои интересы, у Европы в том числе. Если мы посмотрим границы, где находится Париж, где находится Европа, граничит ли она с Арменией, с Азербайджаном? Нет. Прямую угрозу от этого конфликта Европа не понесет. Вот понесет сосед, то есть Россия. Поэтому и Россия была заинтересована, чтобы там свою поставить миротворческую миссию, чтобы все граждане наших соседних стран были в безопасности. Но у Франции, у Европы под влиянием Франции совершенно другие сейчас интересы. И прежде всего интерес номер один – это вытолкнуть Россию из-за Кавказа, продолжить дестабилизацию в регионе, что они, впрочем, сейчас и будут делать. Вместо того, чтобы подписывать мирный договор, к которому уже были серьезные подвижки, серьезные шаги, сейчас эта инициатива уже уходит на дальний план. Мы видим риторику Армении, и, к сожалению, надежды на подписание мирных договоров у нас сейчас значительно ниже, чем была ранее. То есть, это такая лазейка, скажем так, попытка внедриться в Армению каким-то иностранным силам. Но как это будет соответствовать тому, что мы знаем, что пограничная служба Российской Федерации, ведь она стоит на границах Республики Армения. Как они будут сотрудничать? Не будет ли там каких-то конфликтов? И, кстати, почему до сих пор не публикуют открыто тот документ, в котором говорится о том, какие четко функции и обязанности, и чем эта группа из 100 человек будет заниматься? Вы совершенно верно подметили. Это, скорее всего, внутренние какие-то договоренности, и они, если их опубличить, будут очень неприятны другим сторонам, и Азербайджану, и России. Поэтому что-то обещают друг другу, они и согласились вот на такие закрытые договоренности. И конфликтов между, скажем так, российскими миротворцами и наблюдателями от ЕС, может быть, на первых порах не будет. В принципе, это не так выгодно сейчас Европе. Ей важно закрепиться на Закавказье. И здесь как раз-таки с помощью миссии наблюдателей она может это сделать. А если начнутся конфликты, то она привлечет к себе очень много внимания. Здесь есть некоторые опасности, что каким-то образом двум миссиям будет сложно находиться в этом регионе. Поэтому, я думаю, пока они будут мирно существовать друг с другом. Но, опять же, поскольку мы не знаем реальных целей и мандатов этой миссии, они не разглашаются. У нас возникают вопросы, для чего они там, что входит в их обязанности. И это, кстати, необходимо знать и Азербайджану, и России, чтобы плодотворно вести работу. А поскольку это неизвестно, то как раз-таки это и говорит о том, что не плодотворную работу они хотят там вести, а дестабилизировать обстановку, чтобы спровоцировать новый конфликт. После пражской встречи, когда была договоренность о первой миссии, Азербайджан отказался принимать эту миссию на своей стороне. Армения была готова и согласилась. Но, тем не менее, это была договоренность. И азербайджанская сторона была в курсе. Сейчас, фактически, без учета мнения азербайджанской стороны и без согласования с российской стороной, без информирования, получается, что армянская сторона в одностороннем порядке решает этот, назовем его, региональный вопрос с игроками, которые, в общем-то, вне региона, которые на земле не находятся. Какой может быть реакция официальной Москвы? Ну, конечно же, Москва все это видит. Она понимает все шаги Еревана. И она видит, как Ереван начинает активно сотрудничать с Западом. Как раз-таки, даже, возможно, против Москвы, обвиняя и российских миротворцах в их неэффективности. И все это специально целенаправленная политика, в том числе и западных структур, которые оказывают влияние на Армению, обещая ей, возможно, что-то. И, в том числе, разочарование Армении в России. Они считают, что Россия находится на стороне Азербайджана в этом конфликте. И поэтому она будет принимать, Россия будет принимать те решения, которые выгодны Азербайджану, а не Армении. Хотя, на самом деле, Россия занимает нейтральную сторону и стоит на стороне правды и, скажем так, всех тех документов и договоренностей, которые были подписаны в 2020 году по итогам окончания Второй Карабахской войны. И вот такие вот недружественные действия Еревана, как раз-таки, они заставляют Москву больше сблизиться с Баку, поскольку Баку показывает себя настоящим, надежным и тем партнерам, которому можно довериться, с которым можно вести конструктивный диалог. А с Ереваном так не получается. Они говорят одно, а на деле выходит другое. И это, конечно, очень странно выглядит в дипломатических отношениях. Дарья, большое спасибо вам за комментарии. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией была Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических следований. Продолжение следует...